Штурм роботов в Ярославле. Всероссийский турнир по спортивной робототехнике собрал более 300 участников. Молодые конструкторы и их подопечные роботы состязались в скорости, точности, силе и даже оригинальности. Получить уникальный приз, распечатанного на 3D принтере, робота мечтал каждый. Подробностью Дарик Рот. Робот-гонщик из Челябинска свое название подтверждает. За 5 секунд преодолевает усложненную дистанцию, ни разу не сойдя с линии. Притом совершенно самостоятельно. Он может ездить по линии с помощью камеры. Он находит линию и следует за ней. Роботы из 10 регионов России соревнуются не только в скорости, но и в силе. На ринге сумоисты. Задача каждого – вытолкнуть из круга противника. Их создателям не больше 13. Своих подопечных собирали из всем известного конструктора Лего. Но те, кто постарше, используют более современные технологии. Многие роботы уже, по сути дела, в значительной своей части просто напечатаны на 3D-принтерах. То есть эти разработки не более перспективны, чем какие-то стандартные роботы. С появлением 3D-принтера в робототехнике открылся простор для творчества. С его помощью можно с нуля создавать уникальные детали и механизмы. Роботы, которые не соответствуют ни одной из 20 номинаций, расположились в творческой мастерской. Поисковик-квадрокоптер, робот-грузчик и целый дом с искусственным интеллектом. Турнир организовал опорный вуз Ярославской области ЯРГУ имени Демидова в рамках программы развития деятельности студенческих объединений и проекта «Демидовский профнавигатор». Среди судей соревнования – студенты университета. Я занимался в основном ездящими роботами, но сейчас уже планирую заняться летающими роботами. То есть это квадрокоптеры, самолеты, любые типы беспилотников. На таких скоростях, как сейчас роботы гоняют, скоро на поверхности будет не удержаться. Уже сейчас видим специальное ухищрение. Вакуумные помпы присасывают робота к поверхности, чтобы увеличить сцепление. В Ярославле турнир прошел во второй раз. Среди победителей – школьники и студенты из Челябинска, Москвы, Иваново, Санкт-Петербурга, Кирово, Мытищ, Костромы, Московской области, Ярославля, Рыбинска, Гавриловьяма и Тутаева. Возможно, уже на следующем робоштурме их механизмы поднимутся в воздух. Дарья Крот, Максим Сушанов, Новости города.